Ардагер, здравствуйте! Насколько я знаю, сериал «Хашихтар» снимается по одноименному произведению Ильяса Есимберлина «Хашихтар». Скажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на это произведение? Это произведение мы еще читали в студенческие годы, и в то время еще, когда мы были студентами, роман поставил очень глубокие впечатления. И спустя время помнил то, что в этом году роману будет 50 лет, то есть полвека назад был написан роман. И мы, взяв эту дату и совместив дату 20-летия Астаны, появилась идея снять сериал по роману Ильяса Есимберлина. Ну и потом наши родители очень часто рассказывали об этом романе. То есть на этом романе воспиталось не одно поколение. Его читали, как сейчас модно говорить, он был в свое время бестселлером, настолько советское время. Переводили на разные языки, если я не ошибаюсь, около на 10 языках был переведен этот роман. И, к сожалению, в наше время он как бы несправедливо забыт роман. Поэтому появилась идея экранизировать и сделать телесерег. Артагер, вот вы сказали то, что в свое время это был бестселлер, его читали за поем. Как, по вашему мнению, почему он был таким популярным, интересным, на ваш взгляд? Ну, я думаю, именно в первую очередь, потому что роман повествовал любовь, искреннюю любовь, любовь всей жизни, любовь на века. Поэтому, наверное, это вечная тема, вечная и во всех произведениях. И, скорее всего, потому что в романе описано очень много моментов, как становился маленький городок, да, советского периода, мы стал, насколько я помню. И там описана та эпоха, то есть дух времени. И именно в то время была очень интересная тематика, потому что становление города, стройка, любовь. Ну, то есть чувствовался дух того времени. Поэтому, наверное, очень был популярен среди читателей именно этот роман. То есть главная идея фильма, как я поняла, это любовь. Да. А вот чуть-чуть, если отходить от фильма, для вас самого, что такое любовь? Любовь, можно, мне кажется, любовь, может быть, любовь к родине, да, любовь к своему народу, любовь к своим близким, к маме, да, любовь к своей супруге. Ну, мне кажется, само слово любовь, оно имеет очень большой масштаб, поэтому его, наверное, трактовать в одну сторону, это будет однобоко. Ну, любовь, мне кажется, все-таки, если так брать сентиментально, то это смысл жизни каждого человека. То есть то, ради чего мы живем, ради чего мы вообще стремимся к чему-то. А какая любовь вот в этом, в сериале к Ашахтар? В Ашахтар вот самая такая мысль, которая проходит в романе, она идет посыл от автора, от самого Ильяса Исимберлина, любовь и влюбленность. То есть как отличить эти два чувства? То есть где та грань, где та полоса, да, граничивая любовь и влюбленность. И главный герой именно проходит эти все этапы, то есть он, являясь художником эмоциональным, влюбчивым, влюбчивой натурой, он влюбляется в каждую свою музу, да, то есть это отражается в его студенческие годы, и потом он пишет картину, не картину, у нас это мы переделали роман на картину, но в оригинале это была скульптура. И получается, он даже считает то, что это его любовь в свою жизнь, но на самом деле это просто муза, он влюбился в образ, и уже позже, спустя какое-то время, он встречает уже настоящую искреннюю любовь, которой он будет предан до конца. И даже несмотря на трагическое происшествие, то есть когда они подают заявление в ЗАГС, буквально за неделю до их бракосочетания, его возлюбленный Яужан падает с крана, спасая детскую школу, и он женится на инвалиде, хотя его отговаривают друзья, отговаривают близкие, и сама Яужан, говорят, что зачем я тебе инвалид, как ты сможешь вообще прожить с таким бременем. Но несмотря на все трудности, он доказывает то, что любовь его не померкнет, любовь его останется, и он будет до конца рядом со своей возлюбленной. И именно вот эта часть характеризует Джантасова уже как человека, который готов жертвовать собой ради любви. То есть он понял и отличил, что такое влюбленность от любви? Да. В конце романа он эту грань понимает, эту грань он рисует. Есть еще в романе, также мы в сериале это обязательно покажем, расскажем. Будет легенда, которая была рассказана Щерубайм, антагонистом Джантаса, нашего главного героя. История Асарат и Харагоз. Она повествует о двух возлюбленных, которые, Харагоз, девушка, они женятся, у них будут дети, и она заболеет проказой, ее отправляют на остров Барса Кирмес, это еще в советское время. Это вот история из уст одного из героев, Щерубай. И несмотря на то, что там дети, запреты, ее супруг, он едет за нею, тоже, соответственно, заражается от нее, и вместе они умирают. И их сравнивают как два лебедя. То есть есть в природе такое понятие, что лебединая любовь, то есть когда умирает одна из пар лебедей, второй лебедь тоже умирает от горя, от тоски. И вот эта история, которую рассказывается в начале романа, он относится к ней очень, как сказать, называя ее сентиментальной, называя то, что она штамп, лебеди. Но именно вот эта история, она отражается в его жизни, именно в конце, когда его возлюбленные становятся инвалидом. И несмотря на все это, он готов жертвовать собой, готов ее любить до конца. И понимает то, что эта история, легенда, которую мы рассказывали, она отразилась и на его жизни. О чем этот роман «Махшиктар»? Расскажите, пожалуйста, историю этой любви. Что интересное самое в этой истории? Самая главная история, здесь идет любовь, вечная тема. Наверное, из очень интересных сюжетных линий, это будет линия Щерубая. Это антагонист Жантаса, главного героя. Хирург с очень тяжелой судьбой, который любил Олбосын. И она была влюблена. Но так как он был человеком женатым, он преподавал еще ей студенческие годы в медицинском. Он не смог взять на себя такой тяжелый, ответственный шаг, уйти от семьи. И несмотря на любовь. И после он жалеет об этом. Погибает его семья трагически. Он бросает все, лишь бы найти Олбосун. И когда он ее находит, он находит ее уже в другом городе. Но уже получить ее расположение не может, так как и у нее чувства остыли. И прошло очень много времени. И она уже встретила свою любовь в Жантаса, который пишет картину. И эта картина будет иметь успех в Европе, на разных международных выставках. Но, к сожалению, Жантас, несмотря на все его порывы, на все его эмоциональные всплески, признание горячих слов о любви, он не любит Олбосын, так как художник любит образ. То есть он создает шедевр, но при этом, можно сказать, придав музу, своему музу. Здесь очень запутанная история, вплоть до того, что треугольник у нас, он такой сильно запутанный. Но я думаю, это будет интересно. Этот клубок будет интересен, запутанный клубок будет интересен телезрителям. Артагер, вы сказали, что история была немножко переделанная. То есть прототипы главных героев в романе Илья Сайсенбетлина, они отличаются от главных героев немножечко. Как я поняла, это был Жантас-скульптор в сериале «Хошахтар». Он перед нами предстает художником-дизайнером. По интерьеру. И также он пишет картины, но у него идет творческий застой. И когда встретил Олбосын, как раз таки он пишет свой шедевр. После долгого, длительного творческого застой. Какие еще элементы вы добавили в сериал, немножко переделав оригинальную историю? Наверное, то, что поменяли мы... То, что наш Жантас был скульптор по роману, мы сделали его художником-дизайнером на наше время. И в романе была скульптура, мы сделали картину. Ну, наверное, мы почти максимально сохранили линию романа. Единственное, мы поменяли, конечно, по менталитету, поменяли по характерам. Потому что то, что было написано 50 лет назад, на наше время будет уже немножко сильно отличаться. Поэтому мы сделали адаптацию персонажей, адаптацию под наши реалии, под новые, современные. Реалии, да? То есть была просто адаптация не самой сюжетной линии, а больше, наверное, персонажей и фанов. То, что окружает наши персонажи, где происходит история. А персонажи максимально сохранены по роману. А финал? Насколько я знаю, у Илья Сейсенберна был открытый финал. Финал был открытый, но, да, знаете, мы столкнулись с таким моментом, так как роман был написан полвека назад, финал был открытый. Но с годами, в одном из изданий, это, кажется, в 80-х годах, переиздали книгу, и финал был дописан. Дописан. Да. То есть, получается, когда мы тоже приступили к написанию сценария, мы взяли две книги, они были написаны в разные, изданы, точнее, в разное время. И в них два разных финала. То есть, от нас это удивило. Мы не смогли так узнать, наверное, точную причину, но предположили, что все-таки Илья Сейсенберлин позже дописал финал или, можно сказать, поменял финал. Вот. Но открытый финал, он, мне кажется, идет на более кинематографичный открытый финал, потому что каждый зритель, это будет пища для размышлений, каждый зритель додумает свою. У кого кто-то может предположить, что все закончится трагично, кто-то может предположить, что будет хэппи-энд. Поэтому открытый финал, конечно, это очень хорошее решение, но мы, наверное, все-таки возьмем последнюю версию романа и сделаем финал очень счастливым, счастливым концом. Хэппи-энд, да. То есть, мы можем сказать, что история закончится счастливым концом, да, все-таки? Потому что, наверное, еще то, что было написано в романе 50 лет назад, это одно, а в наше время хирургия, возможности медицинских операций, которые поднимались в романе, сложность операции, да, спустя полвека в наше время делают очень сложные и, можно сказать, волшебные операции, да, когда людей спасают уже из безнадежных диагнозов. Поэтому в наше время то, что она встает на ноги и продолжает свой уже путь не как инвалид, а как полноценный человек, и они наконец-то обретают счастье, будет более актуален уже с учетом возможностей, медицинских возможностей. Хорошо, давайте немножко поговорим о съемках. Вообще, съемки где проходят? Основные съемки пройдут в Астане, потом пройдут в Боровом, а также в Амуте. И в Амуте, и, наверное, в Амутинской области. То есть тоже будут у нас сельские сцены, воспоминания. В принципе, вот такие места съемок. Как отбирались актеры? По каким критериям вы отбирали актеров? Объявили кастинг. Он был объявлен еще в начале апреля. Потом также мы смотрели всех наших отечественных актеров, популярных актеров. Выбирали, кто больше подходит по типажу, по образу. И пригласили их на видеопробы. Проводили на протяжении двух-трех недель видеопробы. Каждому давали маленькие фрагменты из романа. И смотрели, какая пара, как лучше смотрится. То есть сложность была в том, что Жантас подбирался под Улбусын и Айя Ужан. То есть актер должен был сочетаться и с Улбусын, и с Айя Ужан. Щерубая, это более пожилого возраста хирург, персонаж, он тоже должен был не выбиваться из этой крыли. Потому что если слишком пожилой человек будет не воспринят нашим обществом, зрителям будет немножко сложно воспринять такую персонажку. Поэтому мы тоже старались взять очень интересную, а в то же время с небольшим преклонным возрастом актера. И выбор остановился на актерах. Жантаса у нас играет Азад Торорбеков, это очень молодой, перспективный, талантливый актер. У него очень хорошая школа. Он заканчивал мастерскую Убаева. То есть это выпускники Убаева, они имеют сейчас успех и в театрах, ведущих, и в сериалах, фильмах. Роль Убосом играет Ахирке Брутпай, она солистка группы Асыл. В Убазинске, в принципе, очень популярная, отечественная группа. Ну и она тоже имеет опыт в отечественных сериалах, фильмах. Ну и еще Рубай Антагонис, это очень популярный, знаменитый актер Азад. Азад Сетметов, актер театра имени Аозова. Мне кажется, зрителям не нужно рассказывать о нем, потому что Азад Сетметов – это очень известный актер. И Айовжан сыграет у нас актриса Гульмира Хасанова. Она актриса тоже Аозовского театра. Ну, для нее, можно сказать, это роль, как главная роль, наверное, это не дебют, но одна из первых ролей. Но она очень талантливая, очень сильная актриса и в театре, и в кино, и в стиле сериала. Какая атмосфера вообще царит на сменочной площадке? Сложно ли работать с актерами? Ну, бывают разные моменты. Атмосфера царит у нас дружеская, атмосфера взаимопонимания, атмосфера, как сказать, каждый из нас несет ответственность за производство нашего сериала. Поэтому атмосфера, прежде всего, дружеская, атмосфера профессиональная. С актерами сложностей никаких нет, потому что со многими актерами мы уже работали на других проектах, уже встречались, знакомы. То есть некоторые актеры уже работают на пятый, шестой проект. Поэтому мы друга знаем, и все у нас пока, можно сказать, хорошо. Конечно, будут сложные съемки впереди, погодные условия, мы от многих условий зависим, но мы всегда не падаем духом, и вместе и в солнечные дни, и в дождливые дни всегда вместе проходим съемочный путь. А Ардагер, а какие сложности при съемках возникали? Возникают? Возможно, столкнулись с какими-то препятствиями? Сложностей таких нет. Наоборот, рады, что Астана нас встретила хорошей погодой. Все условия для съемок в Астане сейчас есть. Погода до административного ресурса помогает нам очень хорошо, и местные власти. Сейчас у нас нет таких сложных съемок, то есть мы снимаем более любовные сцены, сцены с Фанами и Астаны. Но впереди у нас есть очень сложная сцена, где именно падает кран Айалжан. То есть это очень сложная постановочная сцена, мы будем задействовать дублера актрисе. То есть, скорее всего, на кран полезет за место нашей актрисы, полезет реальная крановщица, как говорится, с лицензией, профессионал. Мы подобрали очень похожую девушку, хрупкую, такую же, как наша актриса. И где-то она будет очень часто дублировать нашу актрису в этих сложных сценах. Ну и, наверное, вот это будет самый кульминационный, самый сложный момент наших съемок. Это вот именно падение крана. Конечно, мы будем задействовать, наверное, компьютерную графику, задействовать каскадерские элементы, пиротехнические элементы, создание урагана искусственного ветродуя. Наверное, из самых таких сейчас интересных и в то же время сложных сцены именно съемка на стройке. Но таких сложностей все-таки в мелодраме, наверное, не должна быть у нас съемка. А, Редагер, это ваша первая работа, вот когда вы ставите произведение, сериал по какому-то произведению? Или до этого вы уже снимали подобные вещи? Ну, да, в формате экранизации, в формате ремейк, это первое произведение. Если брать сериалы, я, наверное, даже не могу сказать, какой сериал из отечественных последних сериалов снимался бы по роману произведения. То есть, чаще всего, это придуманные истории, придуманный сценарий, но не буду врать, на моем опыте не было еще проектов, которые снимались бы по роману, по крайней мере, сериалу. То есть, может быть, очень много есть произведений кинофильмов по роману определенных писателей, но именно телесериал, можно сказать, что это впервые. Сколько там будет серий? 12 серий. Подложительность каждой серии 40 минут. Эфир, наверное, будет ближе к дню рождения Астаны, 20-летию кибели Астаны в начале июля. Еще хотелось спросить на будущее, планы на будущее. Хотелось бы вам экранизировать какое-то еще произведение. Да, есть казахская легенда. Она основана на больше псевдоисторическом жанре. То есть, там нет определенный какой-то век или дата историческая. То есть, эта легенда называется Сартан. Она построена на противостоянии молодого юноши и волка. Ну, волк это является аллегоричным отображением внешнего врага, которым грозил на тот момент, скажем так, тому аул. Так как это все-таки псевдоисторическое произведение, там нету, скажем, каких-то конкретики. Большое основано на мифических элементах. Тут в планах именно хотелось бы экранизировать этот произведение. Сартан. Каким вы себя видите через лет 15-20? Это, наверное, тяжелый вопрос, но, честно, точнее, даже очень тяжело как-то предсказать. Не знаю, надеюсь, что жизнерадостным в первую очередь. И трудолюбию, самое главное. В принципе, наверное, остальное время покажет. Спасибо большое, Редагер. Спасибо за интересные факты, за беседу. Желаем вам, чтобы ваши мечты исполнились. Любви, главное, блага всех. Всего самого прекрасного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова